Сегодня мы приехали на рыбалку. Взяли с собой два маховых удилища шестиметровых. Топ матч про спорт и геркулес шестиметровый. Мы рассчитывали половить карася, но погода настолько великолепная, что ловится только мелкая латвичка. Ну грамм 20-30. Удочка про спорт топ матч. Она в длину 5,95. Вес 158 грамм. Очень удобная. Можно забрасывать одной рукой. Легко и уверенно. Удочка предназначена для ловли как мелкой рыбы в спортивном режиме, так и в принципе рыбы до килограмм при умелом обращении. Более мощная удочка это у нас геркулес. Она более мощная, но и потяжелее. Она весит 230 грамм. Шестерка геркулес. Тем не менее, ей можно обращаться одной рукой. Этой удочкой можно ловить карпа до полутора, двух, даже до трех килограмм. Она настолько комфортная, что можно ловить и мелкую рукой. Как я уже сказал, она весит 230 грамм. В то время как проспорт топ матч весит 158 грамм. Линейка удилищ топ матч проспорт 5-метровая, 6-метровая, 7-метровая, 8-метровая и 9-метровая удочка. Достаточно широкий диапазон. Линейка геркулеса начинается от 4-х метров и через метр до 8-ми метров. Сейчас я попробую на топ матч поймать лапичку. Этой удочкой можно долгое время ловить в интенсивном таком режиме, спортивном. Сегодня я бросаю поплавок 6-метровой удочкой. Ужеподъемностью 1 грамм. Ветер практически встречный, тем не менее, оснастка уверенная, улетает в прикормленную точку. Поклевки очень аккуратные на одного живенького мотылика. Вот сейчас прошла поклевка одна, но я вот ее за разговорами пропустил. Вот она. Вот такая вот плотва. И ток льет очень неуверенно на одного мотылика, как я уже сказал, на очень деликатную снасть. Практически живцовые плотва. Сегодня мы продолжаем разговор о серии удилищ Волжанка. Топ матч про спорт. Это легкие, деликатные, быстрые удочки. В то же время позволяют работать с очень деликатными оснастками. Вот в данном случае я использовал оснастку, которую накануне ловил 6-метровым махом топ матч. Вес нагрузки поплывка 1 грамм. Я установил оснастку на 8-метровую удочку. И она успешно справляется с забросом вот такой легкой и деликатной оснастки. Вы видите, что на вытянутую леску оснастка заброшена. При этом видно, что присутствует боковой, встречный боковой ветер, который, в общем-то, не помешал забросу оснастки. В принципе, этой удочкой можно забрасывать и одной рукой. Но это, конечно, требует определенного навыка. Мы прикормили точку прикоркой Волжанка-плотва. И рассчитываем поймать плотву. Удилища топ матч имеют достаточно тонкий бланк. Тонкий имеется в виду в диаметре. Что, в свою очередь, помогает справляться с сильным ветром. Удочку не так парусит. В то же время, для заброса деликатной оснасти и для деликатного вываживания у нас хлыст представляет из себя солидовый кончик. Тоненький солидовый кончик, который работает на самой мелкой рыбе. В то же время, он будет работать великолепно и на рыбе значительного веса. Притопило. Сейчас дождемся. Вот. Пошел, пошел. Отлично. Отлично. Что-то есть. Платвистка. Конечно, такую бы надо брать в подсак. Но вот, как мы видим, хлыст выдержал. Повторюсь, очень осторожные поклевки. Вот, вот, вот. Притопило, притопило, притопило. Опа! Опа! Так. Немножко в траву завела. Ага. Удалось. Удалось из травы достать. Вот такая же примерно платвица. Конечно, все это надо брать в подсак. Но я просто демонстрирую вам, насколько крепкое удилище. Уверенный утоп. Да, это, видимо, не платва. Ну-ка. А, это окунек. 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 Ну, рыба поклевывает. Мы показали, что удочка, в общем-то, на некрупной рыбе работает великолепно. На деликатную снасть громовый поплавочек улетает на 14 метров примерно. Вот глубина 20 небольшим. И поклевывает рыбка. Вот произошла. Поклевка. Сейчас я вываживаю какую-то рыбу. Ну, похоже на карпа небольшого. Восьмерка. Топ матч. Да, небольшой карпик клюнул на кукурузу. Вот он. Ну, вот мы видим, что этот небольшой картик. Ну, удочка легко справилась с ней. И по-прежнему Болжанка топ матч. Восемь метров. Маховая без колец. Ого. Да, этот карпик чуть-чуть покрупнее. Мы его все-таки не спеша сейчас должны взять. Ну, карп не очень активный. И ведет себя достаточно мирно. Да, этот карпик покрупнее. Восемь метров после заброса происходит через 2-3 минуты. И восьмерка. Маховая топ матч. Уверен справилась с этой липкой. Маховая топ матч. Продукт. Жад一下. Маховая сильная фон. Пути. Маховая. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...